МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу «Наше время 2.0». И с вами я, Максимилиан Боровик. Олимпиада в Токио подогревала к себе интерес на год больше, чем ее предшественницы. В запланированный 2020 год соревнования вмешалась пандемия. Многие привычки прошедших Олимпиад были убраны в дальний ящик. Также сильно изменился уклад жизни олимпийской деревни. Трансляции и репортажи идут, как и все в мире, удаленно. А титульное открытие игр прошло при пустом стадионе. Причем подожидаем аккомпанемент протестов самих токийцев, убежденных в нецелесообразности спортивного праздника во время пандемии. Итоги Олимпиады подведем вместе с экс-членом президиума Всероссийской Федерации Легкой Атлетики Алексеем Кустовым. Алексей, спасибо, что пришли к нам. Добрый день, спасибо, что пригласили. Хочется сегодня поговорить об Олимпиаде в первую очередь. Токио, 2020 год. В Олимпиаде было много всего позитивного, но было и много скандалов. Как, на ваш взгляд, прошла Олимпиада? Вы знаете, хотел бы начать, наверное, не саму Олимпиаду, а до Олимпиады, да, вот начать то, что наша страна, к сожалению, поехала без гимна, без флага. Играл Чайковского, первый концерт Чайковского, когда наши выигрывали. Да. Без герба. Это позор, это позор для страны, для спортсменов, для ветеранов, которые отставили имидж советского, российского спорта. А все почему это произошло? То, что чиновники, да, Министерства спорта, Матрицын, он последние три года, до этого был Павел Колобков, возглавлял Министерство спорта, значит, Олимпийский комитет, сейчас вот в последнее время возглавлят, Станислав Позняков, до него был Александр Дмитриевич, первый зампред Госдумы. Не дорабатывали. Они не дорабатывали, в связи с чем это произошло? То есть допинговый скандал, скандал. И вот Владимир Познер хотел сказать, значит, именно вступился, вступился и правильно сказал о том, что, значит, именно из-за допинга нас лишили. Не то, что там Петр Толстой, зампред Госдумы, значит, сказал, что это не допинг, это политика. Никакой политики нет. Это именно допинговый случай нас лишили. Что касается Олимпиады, да, Олимпиада прошла в тяжелейших условиях, в супертяжелых условиях. Это спартанские условия, где даже есть информация о том, что даже Олимпийский комитет экономил на спортсменах, не проплачивал ни за холодильники, ни за телевизоры. А как такое может быть? Опции были. Вот эта информация поступала от спортсменов. Это надо спросить, будем обращаться в адрес Познякова, президента Олимпийского комитета. Конечно, вы знаете, японское население почти 80%, и они абсолютно правы, да? Они абсолютно правы, что они были против того, чтобы Олимпиада была в Японии. В чем была позиция народа? Почему они хотели Олимпиаду? Почему? Потому что вот именно вся зараза, вот эта коронавирус, съедется в одну точку. И вот в случае-то они набирались, набирались, отстранялось, и обслуживающий персон, и спортсмены, значит, даже наша девушка каратистка, ей надо выступать, и в день ее берут пробу, и у нее положительная проба, представляете? Это катастрофа, то есть человек шел к этому, и все. И, конечно, японское население поднялось, да, и вот были, когда было открытие, было слышно, что они протестовали, были забастовки, действительно, забастовки, хотя бах, даже бах пошел на это, разрешил во время Олимпиады, значит, демонстрации, что были. Я предполагаю, значит, что действительно для правительства Японии все этим хорошее не закончится, не закончится, значит, будут отставки, народ пойдет на это. И, конечно, бах пошел, значит, неправильно он сделал, не знаю, на что было делать, это его задея, значит, это его статус президента Межуолимпийского комитета Томас Бах, то, что сделал вот в такое состояние, просто все-таки провел Олимпиаду, да, то есть смертельный случай, заражается, и вот эта зараза-то приехала в одну точку со всего мира, да, представляете, что будет? А что будет вот через месяц, через два, вот они же мутируются, к сожалению, да, вот говорят, что самое долгое открытие было два часа, два часа было открытие, то есть соблюдались какие-то меры там, предоставлено, ну, это все, опять же, вы посмотрите, они жили как в концлагере, да, приехать из автобуса, зайти, выступить, и опять в автобус, и опять в номер, там, а номера какие были, да, это же... Картон, кровать. Там этот, для наших волейболистов, наших этих баскетболистов, наша не попала основная сборная по баскетболу, попала только 3 на 3, они молодцы, они супер выступили, и девочки, и мальчики второе место взяли, и, к сожалению, действительно, и даже вот в процессе наши представители, вы нас слышали, были положительные пробы, да, их отстраняли. Олимпиада была катастрофична в том, что, значит, вот эти заболевания, вот эти жесткости, требования, и плюс еще, вы знаете, о том, что практически не было, только где-то в других префектурах было, не было зрителей, а что для спортсмена? Это же энергия, это, как в футболе говорят, 12-й игрок, да, это зритель, это эмоции, а там то, что голосовое-то было, это все относительно было, конечно, и то, что, значит, действительно наши боролись, да, действительно боролись, выступили, я считаю, вот в данной ситуации, да, они взяли 20 золотых медалей, в общее количество было 71 медаль, ну, по отношению к той Олимпиаде, да, к той Олимпиаде, они взяли 19 золотых, я считаю, что они выступили по отношению к РИО хуже, почему, потому что здесь виды добавились, здесь 300, было там 306, здесь 330, кажется, 6 комплектов разыгрывалось, и, соответственно, в общем-то, новые виды добавились, 5 новых видов, в том числе и каратэ, и скейтборд, там другие виды, вот, и здесь, конечно, мне хочется отметить наших товарищиц тоже, да, но я хотел бы, я хотел бы... Девчонка с травмой же вышла, да? Да, у нее травма была, но ее молодцы, они заморозили там, сделали, я хотел бы начать с первой медали, Анастасия Галашина, значит, это первая медаль серебряная была из нашей сборной команды России, она моя землячка, она с города Ярославля, это 10 метров пневматическая винтовка была, ну, умница девочка-то, я почему-то хочу поднять вопрос, то, что действительно, они на своем здоровье, то есть спорткомитет, который, Панчишный там руководит департамента спорта, они все приехали из Подмосковья, с Москвы, значит, губернатор, губернатор Дмитрий Миронов тоже с Москвы, президент поставил, Дмитрий, Владимир, Владимир Путин поставил его, и что, они приезжие, привезли команду, то есть спорта-то нету, вообще ничего, не помогают, спортсмен, мой земляк с Ярославской области, Даниловского района, мальчик в сборной был, не помогали финансам, представляете, он нашел другой субъект, субъект другой, они вот, значит, я не знаю, цель какая их, да, вот я приведу пример Сверславля, это я в Даниловском районе, сам родом, значит, проводил соревнования, и провожу соревнования памяти погибшего в Афганистане, да, вот в феврале прошли соревнования, куда приехал Александр Завьялов, призер Олимпиады, там, победитель двух Кубка мира, там, орден Ленина угрожен, а на открытии, вот торжественное открытие даже не сделали, представляете, вот этот скандал, он идет с февраля месяца протягиваться, тянется, да, вот президент России Владимир Путин год за патриотизм, да, а Миронов, подчиненный Миронова, да, губернатор Ярославского, делать что хотят, да, а как вот на примере детей, дети должны видеть знаковых людей, да, чтобы мы воспитывали поколение, да, на патриотизме же, а вот здесь нет этого ничего, вот это 300 километров, 330 километров, и они чудят, что хотят, то есть Смирнов, глава района, ну, извините за конкретику, он алкоголик зашит, я Миронову пишу, я говорю, снимите его, ну, человек дискредитирует, представляете, у меня в 15-м году были соревнования памяти погибшего в Афганистане, да, у меня, к сожалению, вот брат не вернулся, родной брат, день рождения, день смерти, да, значит, с шаманом, с командующим ВДВ договорились, значит, высадка десантуры будет 98-й дивизии, отменили, вот коррупцию даже в ВДВ было, представляете, такую штуку, да, и вот этот Смирнов, значит, я говорю, возьмите в армию призовите, возьмите к себе, вот там, значит, дети-то должны, вот в деревне, такие, у меня Коля Зимятов приезжал, там, четырехкратный олимпийский чемпион по лыжам, да, король лыж, Юра Гаврилов, вот на примере этих знаковых людей, и надо учить и воспитывать наши подрастающие поколения, это, да, вот я немножечко отвлекся в сторону, а Юра Гаврилов, а вообще-то это легенда московского футбольного Спартака, да, он приезжает и на футбол, и на лыжу, то есть я приглашаю дружеские друзей, да, которые вот приезжают, просто получают удовольствие, а вот здесь это был скандал, представляете, СНГ в шоке, то есть к памяти погибшим отношение было негативное, и вот сейчас, это накануне выборов в Государственную Думу, да, вот народ должен знать, как относится у губернатора Миронова, на чьей территории это соревнования проходили, пускай страна знает, пускай администрация президента спросит с Миронова, с Дмитрия Юрьевича, значит, почему на его территории негативно относятся к памяти погибшего в Уганистане, вы не поверите, вот я поставил бюст брату, а ему, значит, гранитный бюст, вы сверлили, то есть мародерство было, и никто не хочет заниматься, ни генерал Липилин, который, значит, встречался, который сбежал, да, представляете, генерал, я приезжаю с Москвой в Ярославль, а он сбегает с приема, это вообще в шоке такое, пускай Владимир Колокольцев разберется, значит, и Игорь Краснов, генеральная прокуратура, почему так на территории Ярославской области относятся к теме патриотизма, почему это связано, вот, вы знаете, вот патриотизм и спорт, я несколько лет назад, может быть, 10 лет назад вымел такую форму, через спорт патриотизма, то есть дети-то должны видеть, вот знаковых людей, и вот то, что Олимпиада, это действительно праздник, это праздник, конечно, вот я не сторонник был, то, чтобы ехали без гимна, без флага, поскольку мы не доедаем, пенсионеры не доедают, все для спортсменов, тем более руководство страны, значит, дает достойное вознаграждение, 4 миллиона рублей за первое место, 2,5 за второе, и 1,7 миллиона за третье, плюс тренера получают 50%, ну и плюс еще пожизненно они получают, пожизненно, вот 50 тысяч рублей пожизненно, это небольшие деньги, конечно, для их статуса. Это в месяц? Да, ежемесячно, это ежемесячно, они получают по 50 тысяч, вот за дружбу 84, да, за дружбу 84 они получали немножко больше, чем за Олимпийские игры, когда у нас, вот помните, там было, в этом-то плане, и, конечно, вот Олимпиада, это, конечно, гимн Чайковска, это место гимн Чайковска, это позорище, это позор. Но вы считаете правильным для спортсменов было бы не выступать вообще? Вы знаете, спортсмены готовятся, 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 да, они идут абсолютно к этому всю жизнь, идут, но вот есть те правильные спортсмены, они могут и говорить там, да, что там скажут, потому что они зависимы от финансирования. Вот вам пример, Олимпиада 80, лорд Себастьян Ко, который сейчас возглавляет международную федерацию легкой атлетики, он же приехал к нам на Олимпиаду с белым флагом размахивал, он приехал за свои деньги, то есть государство отказалось ехать, он приехал за свои деньги, но мы-то спортсмены, они финансируются из бюджетных денег, то есть государство их финансирует, да, и, к сожалению, вот здесь действительно, вот престиж все-таки страны, вот как, вы знаете, вот когда было после Олимпиады или во время Олимпиады Владимир Путин в Башкире, кажется, давал интервью, что якобы это политика, никакой политики абсолютно нет, это чисто нас лишили, чисто за допинг, вот его окружение, там помощника Левитин, Левитин, бывший министр спорта, первый помощник президента Левитин, он же первый зам пред Олимпийского комитета, видимо, консультеция, ну, президент не может все владеть, да? Конечно. Это чисто допинговая система, чтобы понимание наше было, то есть почему они вводят его в заблуждение, мне непонятно. А можешь ты рассказать чуть подробнее просто для зрителя, в чем был допинговый скандал вот в конце 2014 года после Олимпийских игр в Сочи и как он вылился вот в сегодняшнюю Олимпиаду в Токио. То есть ощущение, что мы не проработали ошибки, не прорефлексировали их и в итоге наступаем на те же грабли. Опять наши спортсмены попадаются на допинге, опять лишаются медалей и более того, взять даже того же тренера Чогина, который был отстранен и при этом продолжает тренировать, пожизненно на этой стороне он. Это все началось с моей любимой легкой атлетики, где я был членом президиума Всероссийской Федерации Легкой Атлетики. В 2008 году я баллотировался вот с этим, я прямым текстом, с проходимцем Балахничом, который был президентом Федерации Легкой Атлетики длительное время, да? Я не набрал голосов, я встал и ушел. То есть вот моя совесть, я как чувствовал, да, что я не замазан с этими делами, с этими проходимцами. Это началось действительно с легкой атлетики и именно с ходьбы. Мы били все рекорды, правильно, по ходьбе? Я хочу сказать, значит, даже вот сейчас, да, вот Балахничок пожизненно отстранен, то есть на него уголовное дело во Франции заведено, да? А его журналисты берут интервью, я не знаю, они, может быть, с другой планеты, или они вообще не понимают, что брать. Этот человек надо забыть, и забыть как страшный сон. Что касается страшнейшего скандала, 1 июля 2015 года, как раз Екатерина Стрижинова, Петр Толстой, они были журналистами на Первом канале, я сказал это. Значит, кто виноват? В начале, именно в начале допингового скандала. Это навиноват министр спорта Мутко, бывший, экс-министр Виталий Мутко, президент Федерации лёгкой атлетики Валентин Балахничёв и Чогин, который ходьба. Вот что нужно было сделать? Надо было действительно сделать то, что просили. Надо было отстранить... Все принимают допинг. Я не говорю, что там только мы едим. Все принимают допинг, и мы сейчас вернёмся опять же к Олимпиаде, к эстафете 4 по 100, в которой американцы не попали. Это вообще была фантастика, да? В 2014 году была Олимпиада, помните, да? Гриша Раченков. Да, он предатель. Он предатель. Он предал нашу страну. Но он гений. То есть он гений. А вкратце... Потом предатель. Вкратце для зрителя. Он, значит, как я это понимаю, мешал чуть ли не допинг с алкоголем, выводил какие-то невероятные смеси, которые пушили спортсменов наверх, и которые почти нельзя было найти, да, через те или иные пробы. Вы знаете, вот по поводу вот этих дюшесов, потому что там Вяльбер рассказывал о президенте лыжных гонок, у меня нет такой информации, не буду вводить заблуждение. То, что он, он отставил интересы России. Он был на стороне России, потому что многие чиновники, тот же Мутко, там, передергивал карту. Он был на стороне России. Вот вам, да? Не дали государственную награду. Мне не дали государственную награду. А ему же дали государственную награду. Орден дружбы. И именно за Олимпиаду в Сочи. То есть ему 30 января 2015 года, в то время был Павел Колобков замминистром, вручал в музей спорта. А на что? Почему он покинул страну тогда? Вот это самое интересное. Тонкости. Вот сейчас чиновники передергивают эту информацию. Значит, ему пришлось отстранить его от Московской антидопинговой лаборатории. Мутко. Но человек, он фанат. Он действительно фанат. Без работы не может жить. И, значит, он сидел, ждал там переговоров. Ну, значит, ему пришлось, значит... До Раченко уехал, Тимофей Соболевский, кажется, или Соболев, не помню. Вот. И еще один заместитель. То есть они уже выехали с базой ЛИМС. То есть они все это просчитали. И когда вот Мутко сделал непоправимую ошибку, он виноват. И продолжение этих допинговых скандалов идет исключительно из его непредвидения. Человек, зная такую суперсекретную информацию, спокойно его выпустил из России. Вы понимаете, в чем дело? То есть он сбежал с государственными тайнами. Вам так говорят. Почему в первую очередь он сбежал? Его перекупили, ему предложили. Что произошло? Я могу предположить, у меня такой информации нет, но я могу предположить, значит... Вы нас слышали, когда вот Камаев и еще один коллега с РУСАДО в течение двух недель ушли. Я слышал о том, что два его помощника умерли. Нет, нет, нет. Это Московская. Он руководил Московской допинговой лаборатории, а это РУСАДО. Это разные параллельные системы, да. Они ушли вот в течение двух недель. Из жизни? Из жизни, да. Они тоже планируют проводить расследование, то, что с кем Навальный сотрудничал по поводу такой быстрой кончины, то есть со сердцем все было нормально, а раз, и он ушел. Я могу предположить, что он боялся за безопасность своей жизни и покинул страну. То есть это единственное... Конечно, он там не в том статусе, и Мутко дал ему выехать без каких-либо проблем, собственно говоря, когда он увез госсекрет. Я считаю, что это просчет исключительно Мутко, поскольку, значит, он знал, он работал на Россию, и я подтверждаю то, что его награждают государственной наградой, да, и он покидает Россию с базой ЛИМС. И вот эта база ЛИМС работает против нас. Что происходит за тем? Он же сам кормил, он сам кормил, и он знал, кому давал чего. Кормил спортсменов допингом. И в легкой атлетике то, что было, да? Можно, чтобы это сформировать? То есть он, получается, по задаче Мутко, и... Не могу сказать, по чему приказу, не могу. У меня нет информации. Но чтобы подготовиться и выйти в наилучшей кондиции к Олимпиаде в Сочи, была разработана система допинга, по которой кормили наших спортсменов. Собственно, у него были все данные. Кого кормили, чем кормили, данные, которые он затем вывез за границу. Не только в Сочи, там же и Лондонская Олимпиада. И Лондонская Олимпиада, да. Вот за Лондонскую Олимпиаду Мутко перевел на Федерацию. Эта цифра была не секрет, это в средствах Масленинга. 237 миллионов рублей. Просто на Федерацию перевел. Просто на Федерацию легкой атлетики перевел. Вот что сейчас с легкой атлетикой творится? Ходьба. Я еще говорил на вашем же канале пять лет назад, когда мы подводили итоги в Рио, я предложил Олимпийскому комитету вывести из олимпийской программы, из чемпионатов мира, значит, ходьба. Это же субъективно. То есть человек бежит, не бежит, да. Бежит, не бежит. И вот эта ходьба, мордовская школа, значит, чогинская, они вот сделали это все. То есть система была. Он уже тоже без работы. То есть ее уличали пожизненно, а он шел против государственной системы и делал вот эти моменты. Вот сейчас что у нас получается? У нас было, я не знаю, там до сотни было отстраненных. То есть что у нас? Принимается, закрывается. Это было, значит, на уровне страны сначала, да? То есть президенту Международной Ассоциации до Себастьяна Акова был. Значит, везли деньги. То есть они закрывали здесь положительные пробы на нормальные, на отрицательные и везли туда. И вот эта легкая атлетика, вы представляете, с 15-го года, великие спортсмены, взять, я считаю, великой спортсменкой Маша Ласыцкене, хотя я был очень насторожен, то есть спортивный принцип во всем. То есть да, она заслужила поехать. То есть она пропустила из-за мутко и чиновников Олимпиаду в Рио. Если бы эту Олимпиаду пропустила, это вообще было бы, конечно. Да, у нее была травма, у нее не было результата, только зимний результат был. Но она молодец, она выиграла золотую медаль на этой Олимпиаде. Это супер. Я видел 196, как третья попытка. То есть она закрытыми глазами просто прыгала, потому что, видимо, все у нее перевернулось там, да? Вот это мастерство, она более 30 стартов не проигрывала на мировом уровне. А после этого, как все закрылось, они выступали только в России, представляете? И здесь-то у нас получается, конечно, вот поставил мутко Шляхкина, бывший начальник ЦСКА. Он поставили, чтобы контролировать. С какой цивью поставили Шляхкина? Мне непонятно. То есть человек отсидел 4 года, ничего не делали. Сегодня, завтра, послезавтра, что это будет все нормально, а ничего не получалось. Ведь ничего не получалось, ничего не делалось. Потому что последний случай со Шляхкиным, когда они сделали подделку документов Данила Исенко. Представляете? Молодой человек, 20-летний. Я его видел, я с ним раньше не знаком был, в доме кино видел. Глаза искренне. 20-летний молодой человек, и его попадает, ну, 3 пропуска, да, он попал на 3 пропуска, чисто отсидел бы 2 года, и все. А здесь накрутили столько, вот из-за него, зацепились. Ну, а бывший день горе там, к сожалению, его тренер ушел, Загорулько. У нас разные были взгляды на многие моменты, потому что действительно доказано, что Загорулько тренировал на Игле. На Игле тренировал. И Аня Чичерова, Аня Чичерова тому подтверждение. Сильнов, который, значит, на Олимпиаде 2008 года, он не попал, вы понимаете, коррупция какая идет у нас, не попал на Олимпиаде, а исполком Олимпийского комитета, через губернатора Ростовской области, да, Тягачев был, он был членом Совета Федерации. Ему дают команду, значит, и он, значит, двух ивановских ребят выкидывает, перепрыжку кто-то поедет, а сильного берут на Олимпиаду. яич немножко путаю, все. Да, ничего, нормально. Давайте так, разберемся, из глобального к детальному. Да, в конфетике. Значит, идет жесткие допинговые истории идут в России, ребят ловят на этом деле, ловят после Сочи особенно, после чего разгорается гигантский скандал, правильно? Оказывается, если я не заблуждаюсь, что чуть ли не загодя готовили чистые пробы, эти чистые пробы потом перевозили, чуть ли не в офисе ВАДы подменивали, заменяли чистые на пробы с допингом на чистые пробы, спортсмены в итоге проходили, это была какая-то чуть ли не ФСБшная история вообще. Это так? Вы знаете, говорят про окошечко, ФСБ, у меня нет такой информации, не будем говорить, я отвечаю за то, что я говорю. Но то, что действительно мочу там и мужская, и женская меняли в одной баночке, когда исследовали, это факт. Это уже было реально, действительно, это было так. И что вот касается Дании Толосенко, мы сейчас закончим, действительно, скандал-то был гораздо неонезнейший. Вы представляете, Шляхтин, который вот, значит, его отстранили, значит, семь человек из Федерации уволили. Мы же надеялись все-таки, что легкую атлетику вернут, да? И вот здесь три пропуска, три флажка, и все, значит. И нас наказали, значит, за Даню Лысенко, значит, пять миллионов долларов. Да, у нас штраф, я правильно понимаю, пять миллионов долларов висит на Федерации легкой атлетики. Да, государство платило. Один из шесть десятых было плюс работа, значит, шесть и тридцать одна сотая долларов и плюс пять миллионов на депозите, представляете? То есть, условный штраф. Это World Athletics наложил у нас. Это вообще катастрофа была. И то, что, значит, сделается с легкой атлетикой, я не хотел бы другие, виды спорта, но мы коснемся обязательно Полянского, значит, триатлоне, который попался. Здесь у нас, получается, что, значит, пришел Юрченко, да, после этого. Он приехал, думал, бизнес-проект, хорошо, там, договорились в администрации президента, значит, все красиво, все весело, а он не понимал, куда он пришел-то. И вы понимаете, случай был, значит, когда вот так-то, скандал-то, и он просто бросил. Он бросил федерацию в тяжелое время, знаете, как вот крысы бегут с тонущего корабля, да, и он бросил ее. Я правильно понимаю, что федерацию просто расформировали? Пока еще нет. Еще нет. Пока еще нет, но идет к тому, что, значит, это единственное правильное решение будет. Потому что вот после Юрченко пришел Иванов, Иванов возглавлял триатлон. С триатлона его убрали сюда, а он тоже не понимает, что такое легкая атлетика и какие грандиознейшие здесь подвижки. А сейчас, значит, в триатлон пришла младшая дочь Сергея Кожугельча, Шойгу. То есть она умница, я думаю, что за счет министерства обороны за счет ЦСКА триатлона не поднимут. Я хочу сказать, что я в свое время у Шойгу отвечал за олимпийский юдиспорт в Центральном спортивном клубе МЧС России. И вот первые золотые медали на Олимпиаде еще в Афинах в 2004 году. Спортсмены, которые я пригласил, они выступали под флагом МЧС и Шойгу. То есть у нас Динамо, нет, Динамо не надо. МЧС, у нас все было красиво. И, к сожалению, Шойгу написал раппорт денег дать девочкам золотые медали. Вот я пригласил по честному слову. У меня вот совесть до сих пор, я чувствую вину даже перед ними. Ни копейки не дали. Я думаю, Шойгу, может быть, расскажут и покажут, и он, значит, исправит своих подчиненных, которые... То есть обещали дать денег, но не дали? Да, он на моем раппорте написал. Я не буду фамилий говорить, плюс деньги. Ни копейки не дали. Хотя он выгнал замминистра другого. Что, украли эти деньги? Нет, не знаю, просто не дали, игнорировали. Значит, им вот за Олимпиаду, да, было такое. Телеканал совершенно секретно рекомендует ключ офиса и сервис. Выберите свой среди готовых офисов. Гибкие условия и все включено. Я хотел бы спросить сейчас немножко издалека. Вот российская система, построена на советской системе, где государственное, так сказать, влияние в спорте максимально, да, то есть, по сути, спортсмен, он госслужащий. Ему платят зарплату из налогов, которые собираются у россиян, и он, значит, получает максимальную поддержку федерации. Ну, в идеале получает. И третий момент во всем этом в том, что федерация полностью занимается организацией его спортивной карьеры, тренер, медицинский штаб. И, соответственно, здесь же часто спортсмен не разбирается в том, что он принимает. Ему тренер может пойти и сказать, вот это нужно кольнуть или выпить, и, типа, ложись спать, завтра на выступление. Спортсмен, не зная, что это допинг, принимает его, и часто его ловят, он виноват. Вот насколько система вот такого, скажем так, государственного контроля и давления сверху лучше или хуже система, как на Западе, где человек, по сути, выступает сам за себя. Раньше да, было. Раньше было, да. То есть разворачивали, в советские времена разворачивали, что им кололи там, никто ничего не знал. Сейчас немножко другая ситуация изменилась. Конечно, они кололи, они закрывали, значит, и вот этот тренобол, который наши легкоатлеты, все попались, в том числе, я с уважением отношусь к Татьяне Лебедевой, олимпийской чемпионке по прыжкам в длину, но у нее отобрали две медали. У нее две медали отобрали, серебряных, за то, что она на Туриноболе попалась. На Туриноболе попалась, и здесь, значит, практически все прошли Туринобол, все виды легкой атлетики, они задействованы, видимо, хорошо-то добавляют усилия, да. И здесь, вы знаете, вот молодежь, действительно, и тренера, видимо, подталкивают, поскольку у них заработная плата-то низкая. Низкая заработная плата, и они идут на преступление, на должностное преступление. Почему в Госдуме, значит, вот сейчас в Госдуме, да, законодательно, да, это представитель комитета по спорту Государственной Думы, представитель партии ЛДПР, от Живиновского, но люди вообще там не понимающие, я говорил и говорю. Вот сейчас Пайкин, я с ним пытался поговорить, он не хочет грозгать со мной. До него был Дегтярев, который в Хабаровск уехал. Прямой эфир был на Комсомольской правде, с тремя девчонками пришел, значит, 85% за меня народ проголосовал, за него 15%. То есть, человек не понимает, куда он пришел. Да, мы однопартийцы были, да. То есть, человек не понимает. До него был свищок, который руководит Федерацией Керлинга. Ему купили это место, условно говоря, и место, да, и человек не понимает. Я вот предлагаю руководству новой Госдумы, которая будет, ну, действительно, может быть, коммуниста поставьте, значит, или справедливую Россию. Там же Валера Газаев есть, Валерий Газаев, он комитет по национальности возглавляет сейчас. Или, значит, единую Россию дайте. Ну, человек не должен, он должен понимать, что он делает, спорте-то, вы представляете? Во-первых, понимаешь, что он делает спорте. Они же приняли этот, извините, закон о допинге, но он не работает же. Почему он не работает? Вы знаете, я тоже хотел бы вам спросить, почему он не работает. Вот закон принят, но он не работает. Там же ввели уголовную ответственность, но он не работает. Вы представляете, в Сибири была зона по лёгкой атлетике, когда узнали, что Русада приезжает из Москвы. 30 человек снялось здесь. Более 30 человек. Представляете? Более 30 человек. То есть они вот, то, что я возвращаюсь сюда. То есть в России на допинге сидят вообще просто все. И даже маленьких там с 13-14 начинают. Вот я говорю только за лёгкую атлетику, конкретика. Потому что заработная плата больше, там первозад, кандидат там больше, ставки там выше. И не идут этого. То есть здесь скорее их поднять в разрядники. Ну, выше. И они будут заработную плату платить выше. Вы представляете? И здесь, конечно, это катастрофа. Это катастрофа, почему? Потому что ну, вот взять вот в спорте, конечно, никто не хотели. Ни Жириновский, ничего, они не понимают. Хотя Жириновский не подписал бумагу, когда я значит, мой друг сделал великолепную работу. Валерия Брумель, это великий спортсмен, прыгнул в высоту. Трижды он признавался лучшим спортсменом мира. Ну, для сравнения, что Марадон один раз был. Великий Марадон и Пелея. Пять лет мы не могли поставить бюст, который стоил миллион рублей всего. Он написал и на Пашу Колобкова, и на Станислава Познякова. Отписки. По поручению Познякова встречался Конокотин, который в этой олимпиаде руководил. Он говорит, а кто такой Брумель, представляете? То есть, человек, не зная о спорте, он настольном теннисе, может, специалист или что такое, ехал руководителем коллектива, значит, нашей сборной, да, которые полтора часа со мной разговаривали мы. Вот миллион рублей, они не захотели давать этому человеку на бюст, представляете? Я опять же хочу попросить, значит, уважения, значит, то именно Шойгу помог, министр обороны, то есть, сняли фильм, значит, показали на звезде, он посмотрел и распорядился, и мы достойно открыли, мы достойно открыли великому спортсмену этот бюст. Ну, так все-таки разница между системами, западной и российской. И вот, я хочу, да, вот это все в комплексе идет, значит, вы знаете, здесь, ведь в Америке тоже же есть допинг, конечно, есть. И вы знаете, вот, пересекаясь, я просто был шокирован, когда американцы не отобрались на финал четыре по сто. Ну, то есть, сейчас важный момент, то есть, это не политика, это не то, что мы против России, сейчас им на спортсменах все выместим. Нет. Вот мы говорили на Первом канале, значит, Петр Толстой, значит, зампред Государственной Думы, значит, которому на 15-м году интервью было. Значит, две сестренки стояли, Аверины, да, и вот он втирает, это политика, политика, политика. Но человек, если не понимает, зачем он говорит на всю страну, и ведь его слушают люди, которые далеки от спорта, что это политика, никакой политики нет. Вот то, что про девочек, значит, действительно, мы сами у себя воруем. А почему у нас не могут украсться, представляете? Вот я сейчас хотел привести... Я сейчас не понял, а как, сестер Аверинах засудили или нет? Да, к сожалению. Так это не политика? Это, 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 это вот, это есть, вот здесь не допинг, а политика, вот именно политика. Вот где допинг, значит, могут прятаться под политику, да, вот когда наш президент говорит, что это вот без гимна, значит, и без герба, значит, это политика. Вот там, в этом случае был допинг, а в этом случае это, это политика, потому что мы все выиграем, да. Я был, сто процентов был уверен, что наши синхронистки все золото завьют, что они сделали, и был уверен, что гимнастики, да, все золото, и тут такое. И я вот написал в адрес Матыц, на министра спорта и губернатора Московской области Андрея Воробьева, бумагу. Я говорю, а что мы, вы, мы истерим, значит, мы воруем сами у себя, вы хотите, чего нас не украли? Вот моего друга похоронили, великий спортсмен, стаер, Валера Абрамов. 9 сентября будет 40 лет рекорду ему. Рекорд был СССР и сейчас Россия. Не по битому, представляете? Не по битому. И вот сейчас в июле месяце были соревнования, два счета июля. Никитин бежит, значит, проигрывает одну десятую, потом накручивает, он выигрывает. Представляете? То есть вот ахинею просто федерации, значит, мне получила ответ, записали опрос, сейчас прокуратура будет заниматься. Каким образом? Вот мы сами у себя воруем, вот мы скидывались знаковую фигуру, которую он Дружбу 84 играл, представляете? А мы скидывались ему на могилку. В Долгопрудном, это Собянин, спасибо, надо сказать, Московское кладбище, 244 тысячи, метр на два. Представляете? И вот хорошо я пригласил оркестр из МЧС, Валера мне помогал, я написал на замминистра, значит, оркестр, как положено, с гимном России его похоронили. Знаковая фигура, представляете, метр на два. Вот отношение-то какое. Собянину ничего не нужно. Вот он даст 4 миллиона, да? А вот то, чтобы я попросил даже могилку дать еще метр бесплатно, не можем деньги платить. Еще 200 тысяч, представляете? Федерация не должна помогать именно вот в тот самый важный случай. Потому что я так понимаю, что вот в этом моменте. Потом происходит ковид, пандемия, спортсменам не дают тренироваться, у них нет возможности зарабатывать деньги в тот момент. Федерация никак не помогает, просто отстраняется. То есть у нас получается, с одной стороны, Россия хочет медали и стоит с медалистами, а с другой стороны, мы своих как бы бросаем. Это правильно? Вы знаете, это одна из тех федераций, которая ведет себя, я считаю, неадекватно. Другие федерации, там, взять пример, соседи, там, борцы, там, значит, у Сальникова, Федерация плавания. Даже вот Сальникова перед Олимпиадой, они вступились, вот перед Токейской Олимпиадой, два человека там претензии, они вступились, на суд подали и отстояли, они выступали, да? Что касается полегкой атлетики, а там случайные люди-то. Вот случайные люди приходят, они не понимают, куда они пришли, и они не знают, что делать. У них может быть цель только зарабатывание денег. А почему они не вступаются? Вот того же Барзаковского по стали, я категорически против, был главным тренером. Человек ни одного дня не тренировал, хотя, да, он олимпийский чемпион в Афинах на 700 метров, но человек ни одного дня не тренировал, а нужно ему тренировать. То есть он, наверное, нет, как в руках старших товарищей. То есть человек пришел, не понимая, куда он пришел, значит, и пытается сделать. Это главный тренер, да? Что касается руководства, вот сейчас Гришин, да, с министерства перевели. Гришин, значит, два человека антидопингового, представитель антидопингового отдела заниматься. До этого был один человек, значит, уже уголовное дело возбудили? По факту нецелевого использования, уже под домашним арестом представитель Федерации легкой атлетики находится, и представитель Олимпийского комитета, экс-заместитель руководителя Олимпийского комитета, Алешин. Почему они делают? Может быть, им это нужно? Вот представляете, вот 6,3 миллиона мы заплатили перед Олимпиадой, 5 миллионов на депозитили же долларов. Так неплохо ли? И ежеквартально, ежеквартально наша страна без бюджета, в Федерации нет денег, она банкротна, платит в районе 300, там, несколько лет за последний квартал, 400 тысяч долларов. А нужно ли это вообще? То есть, может быть, лучше отдать массовке, закрыть эту Федерацию, значит, поскольку... Почему не закрывают? Почему не закрывают? А вы знаете, когда с администрации звонки, значит, типа, поставьте мне вот это, удобно управлять, и они не ставят того, который... Вот придет нормальный человек, да, правильный, он заставит аудит международный. И все скроется, сколько переводилось, куда, это же не было ничего этого. Почему администрация президента руководит легкой атлетикой, она якобы, вот в футболе слышали, да, скандал сейчас? Да. То, что снять лимит, ну, это же бред полнейший. То есть, российские мальчики, советские, да, они не будут вообще играть, никуда не попадать. Конечно, тот же «Зенит», там, «ЦСК», есть возможность у «Локомотива» купить всю команду. Вот я смотрел вчера, в «Зените», значит, один вроде только русский играл, и вот Гильермо там, который натурализованный. Все иностранцы в «Зените» играли, а Гильермо за «Локомотив» играл, да. Вот ситуация-то какая. А то, что, значит, ну, наверное, надо спрашивать с тех людей, кто отвечает, с руководством федерации. Мутко, как министр спорта, получается, поощрял допинговую систему, никак не... Вообще, в принципе, у нас это, получается, поощряется, как таковая система. Вы знаете, у меня нет доказательств. Все ради медалей. Мы можем калечить своих спортсменов ради медалей. У меня такой доказательной базы нет, а голословно говорить я не привык. Правильно. Да, значит, здесь, что касается, вот, если исходя из этого, то, что тот же Мутко предложение сделал наградить Арченкова медалью Орденом Дружбы, да, за Сочи. Вы правильно говорите. То есть он поощряет, он был-то на нашей стороне, но сделали его врагом народа, перебежчиком. Если бы, ну, дай лабораторию, если, значит, такая ситуация, ну, цепочку золотую, чтобы он дальше не убежал. Начинают умирать люди вокруг. Да, да, да. Вы знаете, получается, что вот самый главный негатив, он идет, но след-то за ним, за Мутко идет. Да, он в ближайшее окружение нашего президента, к сожалению. Но вот то, что мы пожинаем, мы пожинаем, да. Вот сколько? Третья Олимпиада уже? Без флага, без гибридов? Третья Олимпиада. А сейчас зимняя тоже, это будет четвертая. Так, сейчас еще накопают. То, что нас лишил суд на 4 года, сократили до 2 лет. Я думаю, что здесь хороший источник вымогательства со стороны международной системы. В легкой атлетике мы платим деньги. Ортатлетик не на развитие мировой легкой атлетики по миру, да, а повышает расценки призовых. Как нам выйти из этого круга просто замкнутого? А здесь надо просто... Перестать фигачить допинг? В легкой атлетике надо наводить порядок, действительно. Вот при Шляхтине Сидорова, Шубенков и Лосецкине ездили к лороду Себастьянкова. Представляете, напрямую. Это вообще вот совесть. Вот как бы я бы допустил, я президент федерации, да, когда мои спортсмены, условно говоря, едут без разрешения встречаться с этого. Это вообще позор. А у полковника советской армии, Шляхтина, видимо, ну совести нету. Ему дали команду, он выполнял ее. Другой вопрос у меня на самом деле еще есть. У нас на Олимпиаде в Сочи 4 золотых или 5 золотых медалей взяли, скажем так, спортсмены из других стран, которые просто выдали гражданство. То есть это был корейский конькобежец, да, Ан, и он взял 3, по-моему, золотых медали. И золото также взял американский сноубордист, да. Насколько это вообще правильно выдавать спортсменам из-за границы паспорта, чтобы они участвовали за нас вообще? Почему своих не выращиваем? Вы знаете, это мировая практика. То есть это нормально. То есть вот из американцев, да, вот американцы, вот последний, свежайший пример. Значит, американец, извините, итальянец американского происхождения выигрывает 100 метров. Все в шоке. То есть он уехал в 12-м году, кажется, там. И он в Италии жил там, и спокойно, потому что там суперконкуренция, да. И он выиграл 100 метров, самую коронную, самую ценную дистанцию. На 200 метров выиграл канадец, да. Они были все за Усейн Болтом далеко, да, условно говоря. Их не видно было, я не слышал даже их. А вот Усейн Болт ушел, и вот они начали выигрывать. Такой, а 200 метров канадец. Посмотрите, неперекаченный, стройный спортсмен, да. И вот, к сожалению, англичане были вторыми, кажется, в эстафете 4 по 100. Их снимают. Один из спортсменов попался на запрещенном препарате, и вся команда снимается. Но мне вот, что касается, вот я хотел про Олимпиаду сказать еще. 400 с барьерами. Норвежцы, северная страна, устанавливают 45, 94, устанавливают мировой рекорд. Полторашка его соотечественных, норвежец, 20-летний молодой человек, бежит 3,28, устанавливают рекорд Европы. Вот кенийцев никого не видно, представляете? То есть их никого не было. Это все дистанции, значит, американцы 400 всегда выиграли с барьерами, значит. А полторашку кенийцы, там, эфиопцы, там, эти все южные страны. И здесь я, конечно, порадовался за них, за северную страну, за норвежцев. Плюс тройным прыгала девушка. Ученица Ивана Педроса, представляете? В пятой попытке она уже становится олимпийской чемпионкой. У нее никого уже там нет сзади нее. И в шестой попытке она устанавливает мировой рекорд. Вы представляете, как это? То есть в шестой попытке, это такой профессионализм надо быть, в шестой попытке она улетает на мировой рекорд. А сколько у нас мировых рекордов тоже было? Вот на Олимпиаде, вот в этой стрессовой ситуации, как правило, на таких соревнованиях мало устанавливаются мировые рекорды. Вот здесь вот чисто спортивную составляющую было интересно. Ну вот возвращаясь к Олимпиаде в Токио, все-таки мы с вами не можем не затронуть Кристину Тимановскую и вообще всю ситуацию с Белоруссией, где ее пытаются выкрасть, увести за якобы неповиновение решению местной власти. Ваше мнение? Вы знаете, это очень сильный вопрос. Тристина Тимановская, она спринтер, чтобы наши любители, наши телезрители понимали. Значит, я предельно сейчас постараюсь объяснить, чтобы человек, даже не имеющий спортивного понимания, значит, мог разбираться. Значит, она специализируется на 100-200 метров. Спринтер. И получилось, что представители белорусской делегации допустили ошибку и не включили в заявку спортсменов, у которых три пробы должно было быть. Ну, перед соревнованиями, перед Олимпийскими каменами. Их это не было ничего. И подходит время. Она 100 метров пробежала, неудачно пробежала, готовилась на 200. И, значит, не лично тренер говорит, а через какие-то системы, значит, передают, что ты побежишь 400 в эстафете. А это вообще... Это вообще другое. Это вообще, это то же самое, что... Вот как я привел пример, это то же самое, что четырехкратным олимпийским чемпионом Станиславу Познякову, которого возглавляет Олимпийский комитет России, дать горные лыжи и заставить его спускаться на горных лыжах. То есть это вообще другая плоскость, вообще понимание. И я считаю, что она абсолютно правильно поступила. Она абсолютно правильно поступила. Я хочу, чтобы президент Республики Беларусь, Александр Лукашенко, действительно дал команду и разобраться в этом. Не она виновата, а виноваты чиновники. Вот у меня тренер в 70-х годах я тренировался в заслуженном тренера России. Вот ему, Вадим Зюзин, ему не разрешали принимать спортсменам допинг. То есть тренера были, кому можно было принимать, кому нельзя спортсменам. У него чисто международников выполняли, мастеров спорта выполняли. Так вот, вы знаете, когда мы дискутируем, что-то совпадает, что-то не совпадает. Вот здесь совпало. То есть человек специализировался на спринте. Он говорит, вообще, Леша, это единицы, которые, я согласен, что это вообще. А вот мы с великим Александром Ивановичем Тихоновым тоже дискутировали. Ну как, мы же лыжники, да, лыжники, легкатлеты. Вот с дальней дистанции, ближнюю дистанцию можно добежать, а она не добежит. И вы знаете, вот, сейчас я переключусь на факт. Я смотрел специально, когда белорусы бежали в этой эстафете, кого-то поставили, заставили бежать. Ну, они проиграли метров 150, наверное. 4 по 400. То есть просто, это, понимаете, в чем дело? Вот 60, значит, 100, значит, это 60 бегут зимой, 100 летом. 200-то крайне могут добежать. Понимаете, в чем дело? И когда вот наши комментаторы так тихо, там, это, Дима Губерниев, там, да, вот этот, с Олей Богословской, там, они не могли конкретно сказать, что это разная плоскость, это разная плоскость вообще. То есть если индивидуумы, когда Джонсон в городе только мог бежать, 200 и 400, да? А это абсолютно... Я считаю, что это полностью вина, и Международный Олимпийский комитет вступился. Это единственное правильное решение было, когда она сдалась полиции в Японии. Вот единственное правильное решение. Все, ее бы... Ее же пытались вывезти в Беларуси, там бы, я думаю, что она оказалась бы в КГБ. Я могу предположить, но, к сожалению, действительно, чиновники, они бы подставили ее полностью. Вы понимаете, как ее обрабатывали, да? И Боженьку вспомнили, там, минут 20 ее обрабатывали. Я вот... Был у меня прямой эфир. Все от дьявола. Прямой эфир был, значит, и вот какие-то дилетанты звонят, и Казанкину вспомнили. Татьяна Васильевна добежит, там, да, она 700-полторашку бегала, она добежит 400 метров. Но с другой стороны, нельзя добежать, понимаете? Когда люди, ну, они, может быть, не специалисты, какая разница? Это то же самое, что человек пьет 50 грамм водки и 500 грамм водки, да, вот разница. Это совершенно другие вещи. И я считаю, вот я поддержал, я написал в Инстаграме, значит, вот это... То есть, абсолютно направленное дело. Пускай президент даст команду и разобраться, поскольку, значит, вот сейчас же Олимпийский комитет Беларуси тоже выведен, под санкциями находится. И вот Международный Олимпийский комитет и эту еще систему, он же двоих представителей главного тренера по легкой атлетике, представителя делегации, они же лишили аккредитации Олимпийского комитета, и их отстранили, значит. И они вернулись в страну. Я не знаю, конечно, хотелось бы узнать вот последствия, кто виноват. Она абсолютно правильно сделала, это единственное правильное решение. Но они как красиво сделали, они сначала эвакуировали семью, мужа с ребенком, да? А так бы куда, ну куда там? Это хорошо, видимо, люк был какой-то. Не дали бы выехать, ее напишлось бы сдаваться бы. А то, что абсолютный просчет представителей федерации легкой атлетики Беларуси, это 100%. Чиновники, чиновники могут быть, заигрывать там это все. Я говорю, как есть. Вот вашему коллеге, значит, ну я не знаю, как коллега его назвать, не коллегой, Дима Губерниев, его награждает орденом Александра Невского. Вы представляете? Я вообще не представляю, кто его награждал, но я понимаю, что там этот... Я ему в каком кабинете ему давали, да? Я хочу параллель провести. Кто такой Губерниев, он знает меня, значит. Я к нему негативно отношусь. У них тогда все распри с Тихоном, с великим нашим чешканом олимпийским чемпионом, я вступался даже. Мы виделись с ним на чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Москве, значит. И вот буквально недавно награждают великого Вячеслава Веденина. Вячеслава Петровича Веденина, нашего прославленного лыжника, орденом Александра Невского. Вот чтобы понимание было. Вот Веденин, он действительно заслужил это потом своим отношением к Олимпиаде. И вот Сапаровскую Олимпиаду, 72-го года, до сих пор вспоминают, когда он минуту отыграл на последнем этапе, представляете? А то, чтобы говорить хорошо, значит, вот Богословская, да? Человек, который попадался на допинге, она работает на матче, что вы продолжает работать. Все легкатлеты тренера знают, что она в 90-х годах ее кормил, ее же тренер там, и вот продолжается. Модный и стильный образ телеканалу «Совершенно секретно» помогает создавать бренд «Де Куполс». Чтобы же финальный такой топик, как поменять систему сейчас, может быть, ваша рекомендация, чтобы нам выйти из этой просто жуткой, из жуткого круга неучастия с флагом, с гимном на Олимпийских играх, на чемпионатах мира. Что нужно изменить? Вы знаете, вот самый сильный вопрос вы задали, спасибо. Что нужно сделать в данной ситуации? Наверное, начать надо с себя, со спортсменов, с тренеров и отношения к стране. Почему они дискредитируют нашу страну? У нас есть флаг, у нас есть гимн, а мы выступаем непонятно от чего. И Олимпийский комитет, он счастлив, что им разрешили композицию Чайковского слушать. Хотя, я не знаю, вот на Олимпиаде, да, Олимпийский комитет, его функции минимальные. Они ничего не сделали, за исключением того, чтобы профинансировать, организовать поездку и все. Вся заслуга, я хочу поблагодарить личных тренеров, значит, самих спортсменов, которые непосредственно принимали это участие. И, конечно, здесь надо менять систему, да, менять систему. Вот, опять же, коснусь легкой атлетики, сколько сейчас внедренных у Орт Атлетикс, Федерацию, там, три человека, одна Пахноцкая и двое еще иностранцев. Они получают деньги, официально стоят на заработной плате. То есть, внешнее управление налицо. А почему мы допустили-то? То есть, надо было более прозрачным, более... Система надо было более прозрачным. Я не знаю, с какой целью они там находятся, а здесь надо менять систему полностью. Вот, понимаете, в чем дело? Здесь вот, я считаю, что вот конкретно легкая атлетика, они не отпустят. Они вот взяли там на крючок и будут... А что, плохо ли там? 300 тысяч, 400 тысяч долларов ежеквартально. Ежеквартально. А у нас денег нет. Вот 10 тысяч президент России выделил пенсионерам всем, да? Военным по 15 тысяч. Может, они из другого там теста состоят или больше защищать. Может быть. Да. А здесь, вот я могу предположить, да? Зимняя Олимпиада 100% без флага, да? Опять же, это 100% будет. Что у нас будет в 2024 году? Я... У меня есть большие сомнения. Я предполагаю, не надо никакой политики. Никакой политики там воздействия. Вот, они зацепили нас. И тогда, я еще говорил, 5 лет назад, они зацепили, и нас будут конкретно. А я могу предположить, что то, что вот эти специалисты, которые работали по допинговой системе, значит, проверяли все эти базы там, лимсы там. Даже в Олимпийской комитете, я могу предположить, я говорил, значит, вы наведите порядок в Олимпийском комитете, у вас оттуда идет утечка информации. Оттуда идет утечка информации. Человек находится за океаном, а всю информацию, все расклады знают. И здесь, конечно, они могут зарабатывать бабки. Просто зарабатывают бабки, извините, деньги, значит, на фоне всего этого. Вот ситуация. А то, что надо менять, это 100% менять. Ну а как менять надо, если человек ушел, бросил тот же Гришин, извините, Иванов. Гришин сейчас исполнительный директор, у него печать, а Привалова, чем они занимаются? Чем они занимаются? Надо по регионам ездить, надо разговаривать с тренерами, со спортсменами. Почему вот они принимают запрещенный препарат? Конечно, Туринабол подходит всем. Вот наш сосед попался, вот грузин, толкатель ядрат на запрещенное препарате, вот период Олимпиад, к сожалению, да. И, конечно, все сидят, и вот, опять же, тот пример, да, 4 по 100, когда американцы на своей коронной дистанции, да, они не вошли в финал даже, хотя они выиграли там, Ямайка выиграла, да, вот 4 девочки там, 4 по 400, они выиграли, мальчики, молодые люди, девушки, да. И, конечно, надо, хочется пожелать спортивным системам, значит, спортивным структурам руководству спортивной системы, да, кто руководит, кто докладывает и скажет факты нашему президенту, Владимиру Путину, это неправильно. Это неправильно. Не было никакой политики, был конкретный допинг. И я повторюсь, что Петр Толстой неправильно сказал в адрес Владимира Владимировича Познера, что он правильно. Именно допинг, не политика. Именно допинг был. А то он начал претензии предъявлять к Познеру. И здесь, конечно, надо со всех начинать, что там говорить. Есть где порядок в федерациях, проблем нету, да. Вот наша хорошо от федерации выступила баскетбола, девочки, да, 3 на 3, и мальчики, да, в серебряной медали. Это же супер вообще там. То есть и стрелки хорошо настреляли, и вообще я просто какие-то отдельные моменты, я получал удовольствие от этого. Вот таким образом. Ну что, спасибо вам огромное, что выделили время, пришли к нам сегодня. И мы с вами обсудили и Токио, и предыдущие Олимпиады, и допинговые скандалы. Будем надеяться, что в будущем все пойдет. Спасибо большое, приглашайте. Скоро Олимпиада, вот зимняя. Вы смотрели программу «Наше время 2.0». С вами был я, Максимилиан Боровик. Оставайтесь с нами. Мы всегда знаем больше. «Наше время 2.0». Спасибо. Спасибо.